Привет всем! Во-первых, сразу хочу сказать, я долбанулась носом. Вот видите, не пугайтесь, что у меня здесь такой то ли синяк, то ли что. Ну, содрала немножко кожу, долбанулась об дверь. Со мной такое, на самом деле, довольно часто бывает, не знаю почему. Сегодня я бы хотела быстренько рассказать об одном очень интересном мнении, с которым я столкнулась на сайте Lion's Roar. Кстати, очень его рекомендуют. Один из таких, как бы сказать, идеальных ресурсов для тех, кто только начинает интересоваться буддизмом. Все очень мило, все очень позитивно. Я иногда читаю, потому что они делают интервью со всякими современными учителями. Мне это нравится. И вот здесь они проинтервьюировали трех учителей по поводу счастья. Буддизм и счастье. Имеет ли буддизм цель достижение счастья и так далее. Ответ всех про их был однозначный, что буддизм предполагает счастье и никаких тут вариантов. Просто стоит понимать, что мы вообще понимаем под счастьем. Буддизм придерживается мнению, что счастье — это не какие-то мирские удовольствия, не какие-то недостижения, скажем так, сиюминутных удовольствий — это что-то большее. В то же самое время вовсе не означает, что нужно себе отказывать в удовольствии однозначно. Нет. В принципе, в буддизме предполагается просто, что чем больше ты концентрируешься на сиюминутном, тем дальше ты оказываешься от возможности действительно чувствовать себя счастливым. Но очень интересно высказалась одна монахиня. Так, я не уверена, что я прочитаю имя правильно. Она из тибетской традиции. Я не очень хорошо знакома с тибетской традицией. Туптенчодром, по-моему. Так. Вот, я даже процитирую её, приведу её слова на русский. Интервью было на английском. Те из нас, кто вырос в христианской культуре, обычно думают, что по-настоящему сострадательная высокодуховная личность жертвует своим благополучием для других. Чем больше наше страдание, тем чище наше сострадание к другим людям. Будда не разделял этот взгляд. Это интересно, что, когда я впервые заинтересовалась буддизмом, это была одна из тех вещей, которые меня очень привлекли. То, что страдание не предполагается как нечто позитивное ни в какой мере. То есть страдание – это даже, можно сказать, ненормально. То есть то, что в этом мире существует страдание – это баг. Это ненормально, этого не должно быть. И я для себя выявила, опять же, что практика, буддистская практика всегда должна делать человека счастливым. Если он не становится счастливее, если он не начинает чувствовать себя все лучше и лучше и лучше и лучше, это означает, что он что-то делает не так. Но это счастье, опять же, я для себя понимаю, не как какое-то мимолетное, такое семиминутное ощущение счастья. Там съел печеньку, хорошо. И даже не какие-то мирские вещи вроде… Человек не будет становиться богаче, популярнее, успешнее и так далее. Это что-то большее, какой-то внутренний покой, внутренняя стабильность, что ли. И вот эта стабильность, на мой взгляд, она должна всегда присутствовать. И практически я, ну, я не встречала пока учителей, которые бы, именно буддистских учителей, которые бы выступали против этого концепта. Мне кажется, что буддизм, в основном, невозможен в отрыве от концепции, что если что-то в твоей жизни делает тебя несчастливым, то это нужно исправлять. Если, да, если вы получаете рекомендацию терпеть, то здесь что-то не в порядке. Это как-то, ну, на мой взгляд, это не соотносится с концепцией буддизма. Что-то непременно должно быть сделано. Не обязательно физически, но это может быть какое-то ментальное усилие, то есть ты должен для себя что-то оценить, что-то пересмотреть. Но просто жить с этим страданием – это неправильно и нехорошо. Ну, и да, опять же, счастье в буддизме очень сильно взаимосвязано. То есть так как не делается разница между одним человеком и всеми окружающими, то ты хочешь счастья для себя, ты не можешь хотеть не хотеть счастья для всех окружающих. И точно так же, если ты хочешь, чтобы все живые существа были счастливы, то это включает и тебя тоже. Невозможно исключить себя из этой схемы, но и однозавременно невозможно из этой схемы исключить вообще никого. Да, даже если, например, то есть если я хочу, чтобы счастливы были все, то я буду хотеть, чтобы были счастливы даже те, кто мне глубоко не нравится на данный момент. И приходится как-то в эту сторону себя подвигать. Вот такой интересный концепт. Я, кстати, очень советую почитать статью. Я дам на нее ссылочку. Она не очень длинная. Там представлены три очень интересные дамы, которые дают свои очень интересные ответы на вопрос является ли счастье центральным центральной целью буддистской практики. Ответы немножечко разнятся, но из них все равно как бы создается такой очень четкий, очень красивый концепт. Если вы читаете по-английски, то я очень рекомендую эту статью. Ну что ж, на сегодня все. Такой очень кратенький получился блог. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok